Друзья, приветствую вас! С вами я, Руслан Халецкий, и сегодня я презентую вам новую позицию от компании Genetic Lab. Это куркумин. И это не просто куркумин, это куркумин с... Это не уникальная, но очень полезная, эффективная и интересная добавка, которую мы сделали для вас. Да, это тренд сейчас, в этот такой очень интересный момент жизни всего человечества. Куркумин и имбирь находятся в тренде, они невероятно дефицитные, они невероятно сильно подорожали, потому что доказана их эффективность в улучшении иммунитета и эффективность в борьбе с вирусами. Итак, но мы не будем уходить в дебри маркетинга, а я вам просто расскажу настоящие, действительные факты о куркумине, которые стоит вам знать. И после этого видео вы поймете, что куркумин добавка на каждый день для очень и очень многих. Пункт первый. Иммунитет. Имбирь и чеснок также популярные добавки для укрепления иммунитета, поэтому собранные в комплекс они оказывают явный иммуногенный эффект, яркий противовоспалительный эффект, противовирусный эффект. Важно, что они влияют именно на клеточный, на клеточный иммунитет, а не на гуморальный, который нам в вопросах борьбы с вирусами, например, абсолютно не нужен. Второй важный эффект. Куркумин является очень сильным антиоксидантом. Он помогает вам бороться с свободными радикалами в крови. Снижает уровень перекислого окисления липидов в крови, которое негативно влияет на состояние мембран всех ваших клеток. Пункт номер три. Куркумин снижает уровень сахара и холестерина. Из этого мы можем сделать вывод, что куркумин крайне полезен и интересен для людей, которые болеют с сахарным диабетом. Как первого, так и второго типа. Рекомендую вам включить в рацион применение курсами по 2-3 месяца любых добавок с куркумином. Пункт номер четыре. Это доказанное противораковое, противоонкологическое действие, активность куркумина. Вы скажете, что слишком круто? Нет, ребята, не слишком круто. Противораковый эффект. Да-да, вы не ослышались. Куркумин-добавка натуральная, природная добавка, которая помогает бороться с онкологическими заболеваниями, патологиями, с их развитием или с их образованием. Куркумин поглощает фермент COX-2. Куркумин подавляет эпидермальный фактор роста. Есть ген TP53, который вырабатывает белок P53. Так вот, этот белок P53 называют стражем генома. Белок P53, перемещаясь по вашему организму, находит клетки, в которых нарушен генетический код, и он стремится их разрушить, их убрать, их уничтожить. По исследованиям, большое количество этого белка находит в раковых опухолях. То есть, именно туда он стремится для борьбы, он указывает организму о существовании онкогенных клеток в том числе, когда начинаются генетические сбои. Поэтому я рекомендую куркумин также курсами пропивать людям, которые обеспокоены вопросом онкогенности, связанной с качеством питания, с качеством экологии и с уровнем стресса в современном мире. Пункт 5. Куркумин положительно влияет на работу вашего мозга. Да-да, ваш интеллект, ваши когнитивные способности станут лучше. Рост нейтрофического фактора BDNE, так называемого, не буду обманывать, расшифровку я не помню, но этот фактор отвечает за рост и защиту нейронов. То, что говорят, что постепенно с возрастом они разрушаются, либо человек, который неактивно пользуется интеллектом, мало читает, мало считает, снижается проводимость нейронов, они постепенно умирают. Так вот, как раз-таки у вас могут появляться новые нейронные связи мозга, и он борется с исчезновением, с разрушением тех нейронных связей, которые у вас есть. Вытекающий из предыдущего пункта, пункт 6. Куркумин помогает вам бороться с плохим настроением, он является антидепрессантом. Ну, это замечательно, это отличный дополнительный положительный эффект, причем на выборках людей проводились исследования, и они отмечали явный положительный эффект от употребления куркумина, даже в дозировках 500 мг. Жиросжигание. Куркумин положительно влияет на липидный обмен, и тем самым в условиях дефицита калорий он усиливает жиросжигание, но также он снижает уровень холестерина, как я уже говорил. Лучшее окисление жировых кислот происходит при применении добавок с куркумином, поэтому его рекомендуется краски применять после потребления жирной пищи. И, кстати, приятный бонус, именно жирная пища повышает усвоение куркумина до 5 раз. Да, ребята, к сожалению, биодоступность куркумина низка, это так, она невысокая, но я с вами поделюсь лайфхаками, как ее увеличить. Первое. Это потребление куркумина с жирной пищей. Да, он будет усваиваться лучше в 5 раз. Я порекомендую вам даже употреблять не только с жирной пищей, а лучше употреблять его вместе с лецитином, который, так же как куркумин, проявляет свойства гепатопротектора, положительно влияет на ваши сосуды, на ваш мозг. Про лецитин на самом деле будет отдельное видео, вы будете смеяться, вот там стоит коробка с лецитином, которую я подготовил для того, чтобы рассказать вам про него. Порядка 50 полезных факторов про лецитин я вам поведаю. Но пока мы вернемся к куркумину. В продолжении информации про лайфхаки о увеличении биодоступности куркумина, друзья, это пеперин, это экстракт черного перца, который мы заботливо для вас добавили, потому что лично я черный перец не люблю. И добавлять перец к рациону, причем обильное количество его мне сложно, а вот экстракт черного перца, который повышает усвоение большинства полезных элементов для вашего организма, мы для вас уже заботливо добавили. Он уже находится здесь, прям в каждой капсуле, поэтому пеперин увеличивает усвоение куркумина до 20 раз, а это уже приличные-приличные цифры. Деньги на ветер не пойдут. Деньги пойдут на то, чтобы куркумин отправился прямиком к исполнению тех целей, для которых вы его принимаете. Итак, у него есть явный интересный гормональный эффект. Пункт номер 7. Это гормональный эффект от куркумина. Куркумин снижает эстрадиол в значительной степени, кстати, по исследованиям до 40%. На разных людях, конечно, по-разному, но до 40% эстрадиол снижается. Также влияет положительно на тестостерон, но не сильно. Не выше, чем 5% повышается уровень тестостерона у здорового мужчины. Конечно же, если у человека дефицитное состояние, то терапия с помощью куркумина, цинка, например, ZMA, цинк-магни и B6, которые выпускает Genetic Lab, то совместное применение куркумина, ZMA, теста либидобустера, где основной компонент индолкорбидол, вы можете достигнуть повышения от нижних референсных значений до самых верхних. Да, это не быстрый процесс, он может занять до 4-6 месяцев, но вы можете полностью восстановить свою фертильность, ваш гормональный фон мужской, мужскую силу, улучшить качество жизни, но биохайкинг мы оставим на потом. Куркумин ингибирует ароматазу и 5-альфа-редуктазу в незначительной степени, но он проявляет такую активность. Пункт номер 8. Куркумин улучшает пищеварение. Пункт номер 9. Куркумин улучшает желчный ток, помогает здоровому производству желчи. И как я уже говорил, поэтому эффективно помогает в пищеварении именно жиров. И именно жирами, особенно с фосфолипидами, мы должны стремиться употреблять куркумин. Я уже касался этого момента, но я проговорю его еще раз. Пункт номер 9. Это противовоспалительная активность куркумина. Она очень интересна для спортсменов, поэтому применение куркумина после тренировки, после нагрузки, очень положительно скажется на скорости вашего восстановления. Также при полученных травмах куркумин в комплексной терапии негромональными противовоспалительными средствами окажет замечательный положительный эффект. И пункт номер 10. Вишенка на торте полезна в свой скуркумина. Друзья мои, куркумин невероятный, высокоактивный компонент, отвечающий за синтез коллагена. Да-да, синтез коллагена. Девчонки, красавицы. Кожа, волосы, ногти. Да, это синтез коллагена. В дополнении к гормону роста очень явно проявляет свои свойства. Да, он нужен, при том, что вы дополнительно потребляете коллаген, суставные комплексы для лечения травм, для лечения опорно-двигательного аппарата. Как видите, куркумин, конечно, не лекарство всего. В нем нет витаминов или минералов, но активные свойства этого вещества могут нам сказать о том, что вы можете применять его в огромном спектре поставленных вами целей и задач. Поэтому, друзья мои, если вам видео это понравилось, поставьте палец вверх. Поделитесь этим видео с вашими друзьями, я буду вам крайне за это признателен. Оставьте ваш комментарий, оставьте, возможно, дополнительную информацию о том, какими полезными свойствами обладает куркумин, потому что я мог что-то упустить или просто даже не знать. Мне очень ценны новые знания, я стараюсь учиться, делаю это всю жизнь и буду это делать. Я желаю вам крепкого здоровья, я с вами прощаюсь. До скорых встреч на канале Генетик. Всем пока, друзья.